Ну, с Расторговским парком происходит следующее. Дело в том, что на этот год было намечено благоустройство этого парка. Была выделена достаточно большая субсидия из бюджета Московской области и, соответственно, средства из местного бюджета. И проблема состояла в том, что руководству парка нужно было банально спросить у жителей, у жителей прилегающей местности, что они хотят видеть. То есть у нас чиновники порой забывают то, что благоустройство и прочие какие-то блага делаются для людей, а не для каких-то отчетов, не для каких-то еще результатов и так далее. А то для того, чтобы людям хорошо жилось на своей территории. Поэтому нет ничего проще, что прежде чем тратить деньги, прежде чем разрабатывать какие-то концепции, проекты, нужно было просто спросить у людей, дорогие жители, что вам здесь нужно. Смотрите, есть возможность получить деньги. Давайте сделаем вот так, чтобы всем было хорошо. Это было сделано абсолютно несложно. Но, тем не менее, этого сделано не было. Как же, как же. Ведь там опросы какие-то были. Но это уже потом. Это уже потом. То есть до стадии заключения контракта никаких опросов, никакой информации вообще не было о том, что там будет, да, и будет ли вообще что-то. То есть жители, которые каждый день гуляют по своему парку, вдруг в один прекрасный день обнаружили, что там уже, значит, заливают там бетонную площадку, что, значит, собирают какие-то там железные конструкции высокие, там прямо на такой красивой такой видовой поляне, где такие огромные сосны вековые. И люди, естественно, стали возмущаться. То есть они привыкли, значит, вот к этой красоте, к этому пейзажу. И им, естественно, это не понравилось. Вот. И только после того, как люди возмутились, они получили какую-то информацию о том, что же там планируется. Вот. И оказалось то, что по вот этому контракту в Расторгуевском парке планируется возведение так называемого веревочного парка. Это такая металлическая конструкция, такой каркас. И на него натянуты вот эти, значит, веревочные маршруты. Сооружение канатной дороги, так называемый троллей над гладью Расторгуевского пруда с одного берега на другой. И скейт-площадка. Собственно говоря, жителей сильно возмутило само, во-первых, расположение вот этой конструкции, как я уже сказал, на видовой площадке. Их возмутило тоже то, что этот троллей будет проходить над гладью озера, да, которое тоже там, в общем, красивые виды со всех сторон и так далее. И вообще они, собственно, привыкли видеть свой... Ну, надо понимать, что такое Расторгуево. Вот. Я сам родом из Расторгуева. Я хочу сказать, что это такой тихий зеленый уголок. Тихий зеленый уголок, да, он сейчас окружен, значит, со всех сторон уже там вот наступающей, как бы, да, многоэтажной застройкой. Но он так и остался вот этим тихим дачным поселком, основанным еще в начале 20 века, еще до революции. И там есть свой уклад жизни. Там действительно вот эти дома, значит, они передаются из поколения в поколение. То есть там у большинства людей, там их родители, там бабушки, дедушки, прадедушки, все как бы родились там. И это место как бы их родное. И, естественно, вот какие-то такие серьезные преобразования были людьми восприняты с негативом. И надо опять же понимать, что если руководство парка приняло решение делать из этого парка какой-то центр притяжения, то есть какие-то платные аттракционы там размещать, то, естественно, туда поедут люди как бы со всего района. А готов ли этот парк принять такое количество людей, да, такую рекреационную нагрузку? Есть ли там достаточно количества парковочных мест? Естественно, нет. Вот, тем более, что есть даже региональный парковый стандарт, вот, который предписывает, да, определенное количество посетителей парка, нормируется, нормируется количество, значит, мест для стоянок и так далее. Ничего этого, естественно, не соблюдено. То есть вот это отсутствие планирования, отсутствие банального вот какого-то уважения к жителям, оно и спровоцировало вот этот конфликт. Вот, в итоге что получается? Что уже, значит, все материалы все заказаны, все уже договора подписаны, и в этот момент вдруг оказывается то, что то, что они делают, людям не надо. А что делать, да? Значит, естественно, поднимается шум. Люди пишут жалобы везде, люди пишут и главе, люди пишут губернатору, там, в Министерство благоустройства, везде пишут, да, на Добродел пишут. И вот эти жалобы, они доходят до губернатора Московской области. Губернатор Московской области на одном из своих открытых заседаний правительства, прямо в прямом эфире, дает поручение главе Ленинского округа, Спасскому Алексею Петровичу, разобраться в этой ситуации и, собственно, принять решение, исходя из мнения жителей. Значит, приезжая в рамках вот этого поручения, в Расторгуевский парк приезжает заместитель министра благоустройства, Денис Олегович Чижик. Он обходит этот парк, он, значит, общается с теми немногими жителями, кто случайно оказался там рядом, потому что дело в том, что жители не оповестили о визите, значит, замминистра. Вот, это было сделано в тайне, но специально, чтобы там никакого мнения людей он не смог услышать, тем не менее, все равно какие-то люди были, он мнение услышал. И вполне четко под протокол заявил то, что, значит, вот этот веревочный парк, его необходимо перенести в другое место, что здесь он не к месту, что монтировать канатную дорогу над прудом тоже нельзя, надо выбрать для нее другое место. Вот, это четко было сказано, это было записано в протоколе. И единственная была проблема в чем, что этот веревочный парк, его уже практически смонтировали к тому моменту, вот, и чтобы не срывать там какие-то сроки контрактов, не платить неустойку там подрядчику и так далее, Чижик рекомендовал его собрать, принять на баланс, а потом, соответственно, уже в следующий сезон, соответственно, перенести, ну, демонтировать и перенести, значит, на другое место, которое бы устроило жителей. И после этого, уже после визита Чижика, значит, глава Ленинского округа проводит открытый общественный совет парков, где по итогам этого совета дается поручение директору парка Павлу Цуканову провести опрос мнения населения, вот, и опрос был произведен очень своеобразным способом. Значит, просто в группе ВКонтакте, значит, парки Видное был размещен опрос, причем этот опрос не предполагал варианта против, против размещения. То есть, он просто спрашивал, где вы хотите разместить, здесь или здесь? Веревочный парк, и где вы хотите разместить троллей? Здесь или здесь? И, ну, собственно, вы сами знаете, как может проходить голосование ВКонтакте, то есть, там, значит, можно зарегистрировать любой там аккаунт, совершенно не привязанный к конкретному человеку. Есть даже специальное агентство, можно легко в интернете набрать, и там за очень умеренную плату вам могут накидать, там, 100 голосов, 200 голосов, там, за любой вариант ответа, так называемых ботов, то есть, ну, не настоящих людей, да? Вот, и, значит, были подключены эти боты, вот, что, собственно, было видно потом, и след, поскольку голосование было открытым, было заметно, там, вот эти страницы, которые потом в такие рожицы страшные превращались, а некоторые не превращались, но все равно там у него, ну, нету там вообще друзей, нету никаких публикаций, ничего, и он создавался именно, вот, регистрировался специально там в этот день, в этот день заходил и больше не заходил. Ну, то есть, ясно, это специально страница была для накрутки голосов сделана, вот, кроме того, был подключен и административный ресурс, насколько мы знаем, там, представителей бюджетных организаций в таком, в обязательном порядке, значит, заставляли заходить туда и голосовать, и разные молодежные организации, вот, в частности, есть информация, что, значит, подключали тоже молодежь, но среди молодежи оказались сознательные люди, которые, в общем-то, не стали вестись на, вот, какие-то, значит, нарушения их волеизъявления, и сообщили об этом в публичном пространстве, в интернете, в чатах, то есть, это стало достоянием общественности, вот, и в итоге, мы, значит, наш Ленинский союз активистов, мы приняли решение создать альтернативный опрос, вот, мы добавили туда вариант против, против размещения вообще, ну, еще несколько вопросов, мы, там, увеличили количество, ну, вот, вопросов, да, то есть, в частности, мы предложили вопрос, вернуть, стоит ли вернуть Росторговскому парку статус природного парка, а, напомню, сейчас он многофункциональный парк, что как раз предполагает наличие, там, разных аттракционов, и мы разместили на Google платформе, вот, это голосование, то есть, там была авторизация через электронную почту, ну, конечно, это тоже, я понимаю, что не госуслуги, да, но, все-таки, чуть больше достоверности, и, вот, наше голосование показало диаметрально противоположные результаты, то есть, у нас большинство опрошенных высказали за то, чтобы вообще ничего там не размещать, вот, а из тех, кто высказался, что все-таки размещать, за варианты переноса, то есть, не за те варианты, которые, вот, как раз дирекции парка были предложены, и за которые происходила накрутка голосов, вот, в итоге, за счет того, что, значит, жители подняли такой, как бы, информационный шум, то есть, опять начался поток жалоб именно на вот эту недостоверность этого опроса, вот, в итоге, это возымело эффект, и на прошлой неделе, значит, состоялась встреча в Центральном парке, вот, где официально была донесена позиция главы Ленинского округа, о том, что, ну, которая фактически совпадала с позицией, высказанной Чижиком, то есть, о том, что веревочный парк принять на баланс, а потом на следующий год перенести, о том, что троллей размещать не над прудом, а в другом месте, ну, про скейт-парк, значит, было принято решение оставить его там, где уже его начали, где под него залили площадку бетонную. Таким образом, ну, вот, подводя итог, да, что получается, что из-за того, что директор парка элементарно не смог просто поговорить с людьми до того, как подписывать договор, до того, как, там, принимать деньги из области и так далее, принимать какие-то решения, просто не сумел побеседовать с местными жителями, за счет этого это выльется в дополнительные, достаточно существенные затраты из местного бюджета, потому что эту конструкцию, ее же нужно разобрать, ее нужно перенести, ее нужно собрать на новом месте, то место, где она стояла, нужно восстановить полностью, там, естественное покрытие, там, почвенный слой газон и так далее. И, естественно, это все стоит денег. А к тому же, это, скорее всего, привлекаться будет специализированная организация, потому что, ну, не каждую организацию можно привлечь, ну, там, повышенная опасность у этого аттракциона, да, то есть, чтобы была гарантия безопасности, это должна только специализированная организация делать. И, ну, по нашим предварительным оценкам, там сумма может колебаться где-то от 600 тысяч рублей, ну, вплоть до, там, где-то 2-3 миллионов, в зависимости от разных обстоятельств. Плюс, там, возможная неустойка подрядчику за срыв сроков по вине заказчика. Ну, то есть, такую сумму, значит, бюджет в итоге понесет до просходов только за счет того, что Цуканов не догадался, что нужно просто побеседовать с людьми. То есть, может, просто побеседовав, можно было избежать вот этой траты, там, в миллион или, там, около того рублей. Вот. Я считаю, что это следствие от непрофессионализма. И вообще, у нас, надо сказать, что последние несколько директоров парков, вот, все отличались таким совершенно непрофессионализмом. Значит, например, прошлый, там, директор, там, Григорий Авдеев, он принял решение, заказал проект освоения леса за, там, если не ошибаюсь, около 6 миллионов рублей за счет городского бюджета. Он его заказал, ему его сделали, а буквально через несколько месяцев он уже был негоден, потому что изменился областной документ, в соответствии с которым он должен был приниматься. И не знать этого, ну, опять же, мог только непрофессионал. То есть, непрофессионал, не знающий лесного кодекса. Вот. Соответственно, если бы он просто подождал эти несколько месяцев, то ему не пришлось бы заново перезаказывать, как бы, актуализацию этого. В итоге, там, потери бюджета сосавили около 4 миллионов. То есть, тоже, просто за счет того, что человек не на своем месте, что он непрофессионал, мы теряем вот такие деньги из бюджета. Просто, ну, вот, откровенно, по, так сказать, именно неумению, по неумению управлять парковым хозяйством. До Авдеева был тоже директор. Валерий Черников. Он вообще отличился тем, что он там начал в Тимоховском парке вековые сосны рубить. Чем-то они ему там не понравились, не на месте стояли. Что-то у него какие-то были свои там задумки. То есть, тоже без всяких разрешений, без порубочных билетов. Там, ну, ему там, причем, уголовная даже статья грозила за, потому что ущерб был в особо крупном размере, да. Вот, как-то это удалось там им замять. Вот, но смысл в чем? То есть, у нас вообще кризис управления из-за того, что очень мало грамотных управленцев. Управленцев подбирают по принципу лояльности власти. То есть, не по принципу их каких-то профессиональных качеств, да, чтобы они разбирались в этом, да, там, в парковом хозяйстве, в лесном деле, да, в чем угодно. А только по принципу того, чтобы они были лояльны власти. Чтобы они умели, будучи там депутатами, правильно руки поднимать, тянуть, да, чтобы они умели на мероприятиях там поддакивать и так далее. И вот в итоге мы имеем то, что имеем. То есть, вот этот кризис власти, он обусловлен именно тем, что на местах, на всех сидят непрофессионалы. Вот, так что, ну, вкратце, я считаю, что ситуация с Расторговским парком, это именно следствие просто непрофессионализма. Ну, там еще была история, связанная с вот поведением Шумаилова, всем известного. А что он, собственно говоря, за человек такой? Почему он профессиональный управленец вообще? У нас гражданин Шумаилов, это вообще такая франшиза многолетняя, да, марлезонского балета. Ни одна, ни две, а там много частей. И последняя встреча, которая прошла у нас в Центральном парке по объявлению решения населению, да, которое будет принято как раз по этому благоустройству, это, конечно, вообще сказка, эта песня. На самом деле, может быть, и нет в этом уже ничего удивительного. Удивительно это было тогда, когда проходили публичное слушание по принятию изменений в градостроительные документы по городу, видное, да, то есть его поведение на данном мероприятии с практически дракой, да, за микрофон с дамой. Вот. Затем вот это вот перетягивание штатива и попытка убежать с дорогостоящей аппаратурой. Ну и, честно говоря, ведь это такие яркие какие-то, да, выступления. Берем работу Совета депутатов. Совет депутатов, который работал под председательством Павла Николаевича Грудинина, это были открытые мероприятия, куда мог прийти любой желающий, сесть в зал и, в общем-то, наблюдать за работой наших избранников. То, чего мы сейчас лишены. И на тот момент Моисей Исаакович же у нас являлся главой города Видное, городского поселения Видное. И, вот, мне, честно говоря, непонятно, по какой причине вообще в Советах депутатов принято соединять за одним столом на двух креслах, да, какую-то законодательную исполнительную власть. Вот. Но, коль скоро это бывало и раньше, и главы не позволяли себе вмешательство какое-то в процесс ведения Совета депутатов, то здесь мы видели абсолютно обратную ситуацию. То есть, вот эта вот стандартная фраза о пяти копейках, это прям вот был такой постоянный и намеренное вмешательство в дела Совета депутатов. То есть, я понимаю, что у человека, у главы, наверное, на все должно быть мнение. Но транслировать его, перебивая там председателя, да, депутатов самих, надо, не надо, с поднятой рукой, то есть, это, в принципе, было нормальным. Но и апогеем, наверное, да. Но на тот момент времени у нас Моисей Сакович еще не был почетным гражданином. То есть, возможно, это как-то оправдывало его поведение, да, в общем-то, я с вами на одной ступеньке могу себя вести, как хочу. Но в бытность 19-го года, не знаю уж почему, значит, по чьей идее, Моисей Сакович голосованием Совета депутатов получает звание почетный гражданин, значит, нашего ленинского края. Поэтому надо вспомнить, какие люди, да, у нас это звание получали, это герои Великой Отечественной войны, подвиг которых, вот, описан в исторических статьях, ну, это что-то колоссальное. Люди, которые поднимали колхозы из ничего, да, из небытия. Люди, которые строили город видное, люди, которые озеленяли этот город видное. И вдруг здесь у нас, вот, почетным гражданином становится Моисей Сакович Шимаилов. Логично предположить, что вследствие этого человек, ну, должен как-то обрасти, что ли, вот налетом какого-то вот такого поведения, которое могло бы сказать, вот он, да, вот, например, для подражания, вот он, живой постамент вот нашему ленинскому городскому округу. Но нет. И, на самом деле, очень странно, что в какой-то момент администрация принимает решение, это вот какая-то издевка, именно этих людей выводить навстречу с жителями. То есть заранее зная, что они не умеют с жителями общаться, заранее зная, что они могут жителям нахамить, более того, зная, что некоторые еще вот умеют, как говорится, значит, агрессировать, да, то есть физически. И, тем не менее, на эту встречу с жителями вышел у нас Павел Цуканов, который, к счастью, выучил такое слово, как компромисс. Я надеюсь, он начнет его уже реализовывать, да, с тем знанием, с которым он несколько раз это слово повторил. Вот. И вышел у нас Моисей Сакчиша Маилов. Думать о том, что помимо того Адамресурса, который, я уверена, был, назовем так, приглашен на данную встречу, найдутся те, кто не согласен с этим решением, наверное, было бы логично. Да. Подготовить себя, даже очень, скажем так, эмоциональный человек к проявлениям несогласия с вашим решением, наверное, все-таки можно. Ну, вот ромашковый чай, в конце концов, можно купить в каждой аптеке. Да. И тем не менее, то есть, на попытку высказать мнение, да, человек сказал позор. Вот позор тому выступлению, позор тому моменту, когда люди вот так вот транслируют якобы мнение людей, якобы это люди высказались, да, якобы это их желание. Человек высказал свое мнение, кратким словом позор. Что в итоге получилось? У человека схватили телефон, выбили из рук, с этим телефоном побежали, вот, более того, значит, человек рассказывает о том, что женщины, которые были приглашены поддержать, значит, решение нашей администрации, начали кричать о том, что у нас, оказывается, бьют Моисея Исаковича. Вот, ну, потом каким-то образом у Екатерины нарцисс оказался этот телефон в руках и вернулся счастливо к своему хозяину. И в итоге, вот, собственно говоря, мы наблюдаем это видео, да, в котором есть комментарий «Выпускайте Кракена». Ну, смех, смех. Позор это действительно, может быть, даже не решение у попарков, я сейчас даже не о нем говорю, да, а о том, как административный ресурс в лице вот этих людей демонстрирует абсолютную неспособность вести диалог. Идти на компромисс, о котором, да, вот пытался, там, сказать Павел Суканов несколько раз, то есть, помимо выученного слова, надо понимать еще его смысл. Надо понимать, что не все люди будут согласны с вашим решением. Более того, надо понимать, что часть людей, если себе поставила за цель потом свое решение, свое видение вопроса протаскивать и впредь, они будут этим заниматься. Вот. И, ну, у меня, конечно, вот такой вот вопрос, может быть, на будущее действительно стоит административному ресурсу 10 раз подумать, 10 раз оценить возможные риски вот такого, но я считаю действительно позора. И выпускать к людям тех своих сотрудников, которые в состоянии вести нормальный, адекватный человеческий диалог. И я это говорю не потому, что я там, собственно говоря, пусть оно будет еще одно видео с моим, да не вопрос, ну, как бы это вызывает улыбку. Я говорю о другом, о том, что завтра найдется человек, который в ответ, ну, просто найдется вот такой же человек по натуре, который в ответ толкнет нашего почетного гражданина или, хуже того, ну, по сути, даст ему в лицо. И что мы будем иметь? Наш почетный гражданин, который после подобных выходок в течение многих лет не имеет никакого последствия своих поступков, да, то есть он не несет никакой ответственности за них. И мы будем иметь некоего гражданина, который сядет в КПЗ, да, по заявлению того же почетного гражданина. То есть ситуация будет вообще, ну, аховая. Ну, причем у нас история уже знает такие моменты, да, когда аккуратно потрогав золоток там одного из сотрудников нашей администрации, человек просто на 7 суток сел в следственный изолятор. По заявлению такого же сотрудника администрации. И вот тогда вопрос к администрации, к самой. Вы, выпуская вот это, зная, что это такое, вы людей намеренно провоцируете? Либо какую цель вы преследуете, зная, что человек агрессивно может себя повести в той или иной ситуации? Но вообще, честно говоря, вот когда увидела видео впервые, честно говоря, слов нет. Какие решения, ну, как назовем, компромиссными или какие в идеале люди хотели бы видеть по Расторгуевскому парку решения власти? Ну, вообще, сейчас инициативная группа граждан, жителей Расторгуева совместно с Ленинским союзом активистов сейчас как раз разрабатывают свое видение, свою концепцию того, что они хотели бы видеть в Расторгуевском парке. Сейчас это вот на стадии разработки. Вот, но судя по результатам опросов, вот, проведенных, я могу сказать то, что люди хотят там природную зону видеть в первую очередь. То есть, ну, возможно, наверное, там какие-то, ну, я сейчас не готов комментировать, да, эту концепцию. Вот она сейчас, я говорю, на стадии разработки, я, честно говоря, еще сам внимательно ее не изучал. Вот, но в основном люди хотят именно тихий природный отдых. Вот, тихий природный отдых. Возможно ли это достигнуть с, ну, как бы, с этой властью, вот, с переговорами? И в каком формате это планируют? Я думаю, что, в принципе, ничего невозможного, в общем-то, в этой жизни нету. Ничего невозможного в этой жизни нету. Я думаю, что если власть просто будет более чутко относиться к людям, гражданскому обществу, не воспринимать гражданское общество как каких-то назойливых мух, да, которые мешают, как бы, жить так, как они хотят, да, а воспринимать гражданское общество как, ну, действительно существующую реальность, да, как, значит, некое сообщество людей, которое имеет свое мнение, это мнение имеет вес, считаться с ним, тогда я думаю, что ничего невозможного нет. То есть, вообще, у нас, ну, я бы хотел вот добавить, да, какие вот у нас абсурдные ситуации есть с планированием бюджета, да, да, то есть, вот люди, например, уже, ну, не знаю, в Молоково, к примеру, да, есть там улица без асфальта, и таких улиц, в общем-то, по деревням у нас огромное количество по всему Ленинскому округу. То есть, в пяти километрах от Москвы есть до сих пор улицы не асфальтированные, где там просто глина, вот, и люди ходят, месят эту глину годами, вот, хотя, казалось бы, да, что может быть проще, да, в 21 век, да, пять километров от МКАДа, положить асфальт, поставить фонари, ну, то есть, сделать нормальный, как бы, подъезд к домам. Это не какие-то бешеные затраты, это не какие-то бешеные космические технологии. То есть, есть места, где нужно потратить деньги, а людям отвечают, а денег в бюджете на это не заложено. Вот, давайте подождите следующий год, а может быть, еще два или три. А есть места, где наоборот, люди говорят, оставьте, не надо делать нам как лучше, да, оставьте нам как хорошо, вот, оставьте в покое наш парк, не надо нам сюда. То есть, что мешает вот эти бюджетные трансферты направить, соответственно, туда, где это нужно, а не туда, где это не нужно. То есть, потратить те же деньги, там, на асфальтирование дорог, например, да, на, там, не знаю, повышение, там, зарплат, там, дворником, например, то есть, там, ну, какие-то, ну, смешные-смешные зарплаты получают, там, работники, там, муниципальных служб, которые физически трудятся, да. То есть, проблемы именно вот в планировании вот нашего общественного бюджета и вообще всего планирования, планирования всего. Ну, я, честно говоря, вот, наблюдая за тем, как сейчас строится работа, если вопрос стоит о том, как эту ситуацию вытягивать, какая она будет, как это все будет развиваться, мы же попадаем на новую ступеньку, да, которая называется вот создание сейчас неких фокус-групп. И к вопросу о том, возможно или невозможно. Возможно, но вот, как мы говорили на прошлом интервью, только после серьезных кадровых перестановок. Казалось бы, вот ситуация только-только закончилась, да, прошла эта встреча. Сделайте выводы, какие-то, организационные хотя бы, что мы имеем в итоге. Мы имеем в итоге на официальном ресурсе парки «Видное» у нас появляется некое объявление, что в воскресенье, условно, с 10 до 16, один ровно день у нас будут приниматься заявки от жителей, значит, на участие в этой фокус-группе. Для этого нужно приехать в город «Видное», а как Анатолий Николаевич правильно говорил, у нас парковые зоны – это одни на все абсолютно бывшие поселения, да, то есть это не видновские какие-то парки, это парки уже окружные. Вот, и люди, заинтересованные в работе в этих фокус-группах, да, разного рода специалисты или просто активные жители, при этом должны вот выбрать себе в воскресенье, потратить, ну, мы видим погодные условия, да, плюс у нас есть ограничения по коронавирусу, то есть у нас Совет депутатов уже, бог знает, сколько, без перерыва работает, да, на режиме выключенного микрофона через Zoom, да, чтобы не добраться, не сказать, не, как говорится, не рукопожатием обменяться. И чья это идея, да? Ну, я так понимаю, что это опять идея у нас управления парковым хозяйством, то есть выводы люди не делают никакие. Для этого придется, вернее, уже пришлось, брать какое-то свое время, писать письмо на имя Алексея Петровича Спаскова, да, нескольким людям, да, в том числе, я так понимаю, Союз активистов тоже написал некое обращение. Ну, Союз активистов, он открыто сегодня обращение написал на своей странице в соцсетях. Да, я отправляла вот письмо с личной почты. Ну, мы, наверное, дадим ссылку под видео. Вот, да, письмо писал со своей личной почты о том, что просим рассмотреть вопрос, мало того, что увеличение количества дней для приема данных, да, заявлений от граждан, но мы живем как-то не в каменном веке, есть такое понятие, как электронная почта. Если вам нужны какие-то приложенные документы в виде паспорта или паспортных данных, не вопрос, вы же бланк заявлений можете человеку каким-то образом, да, отправить. И вот к вопросу о том, как это все будет продолжаться без кадровых перестановок, это будет продолжаться ровно каждый раз, отнимая у людей время либо на обращение к главе, то есть надо понимать еще, да, то есть глава должен, и вот сегодня у него как раз на странице вышло о том, что увеличено до пяти дней количество времени по возможности подать эту заявку пока еще только вот нарочным, да, хотя бы не один день, а пять дней, уже лучше, уже лучше, чем было. То есть мы смотрим на ситуацию, при которой глава округа, да, то есть это не начальник территориального управления, это глава целого округа должен в субботу там где-то хлоп, вылезти в эфир, посмотреть, что у него там происходит и дать опять распоряжение там управлению паркового хозяйства, дабы они очередной свой косяк вот так вот исправили. Спасибо большое, я понимаю только одно, что на сегодняшний день все институты, которые вообще признаны для того, чтобы давать обратную связь с людям, это органы представительной власти по-настоящему сформированы на честных конкурентных выборах, это средства массовой информации независимые, они не работают, и даже когда граждане пытаются лично донести свою точку зрения до властей, они даже не знают, что с этим делать, как с этим работать. Поэтому мы, конечно, пожелаем удачи активистам, всем неравнодушным людям, кто хочет сохранить этот Расторгуевский парк, вот как-то так, чтобы действительно благоустройство было в интересах людей, и будем освещать дальше это мероприятие и ваши действия у нас на канале. Спасибо. Ну, собственно, вот, значит, средства массовой информации ТВС ОФОС, я считаю, что она независимая, она работает, поэтому... Да, точно не на бюджете. Да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.